Рада всех приветствовать! Сегодня у нас большой материал. Будем готовить и колбаски, и сосиски, и котлеты. И заодно протестируем моих новых кухонных помощников от фирмы Oberhof. Свинину с некоторых пор я покупаю в магазинах типа Светофор и Доброцен. Там она дешевле, разрублена большими кусками, но зато есть из чего выбрать. Если поковыряться, то можно найти неплохие кусочки. Сегодня покажу, что выбрала я, совершив набег сразу на два таких магазина. И покажу, что приготовила из своего улова. Любителям использовать в готовке абсолютно постную свинину и другое постное мясо. Навряд ли этот ассортимент покажется привлекательным. Но я и в обычных магазинах покупала всегда свинину с наличием некоторого количества жира. Наличие шкурки меня тоже не пугает, я ее использую. И очень часто покупала как раз такую часть туши, которая называется пузанина или подчеревок. Вот именно такие куски я и купила сегодня. Из такой полужирной свинины получается замечательный фарш для приготовления колбасок и сосисок, для начинки для пельменей и начинка для пирогов, пирожков в соединении с рисом, с картошкой, с капустой. Все куски можно хорошо рассмотреть в магазине, повертеть, со всех сторон разглядеть. Я выбираю те, где немного жира, конечно же. Выбираю такие, чтобы шкурка была тоненькая. Вот посмотрите, она практически просвечивает. Шкурку я использую в готовке, например, для приготовления холодца. И также ее варю, когда готовлю еду для своих питомцев. Такую тонкую шкурку я обычно даже не снимаю. Она прекрасно перемалывается в мясорубке и в готовых продуктах даже не ощущается. Итак, здесь два куска у меня обошлись в 700 рублей. Получилось, что килограмм мяса, чистого, без шкурки, без костей, стоил где-то 218-215 рублей. Эти два куска у меня обошлись почти в 900 рублей, но здесь и вес побольше. Например, на рынке такая же пузанина, уже без кожи, стоит 350-330 рублей. И то эта цена примерно месячной давности сейчас, возможно, еще дороже. Если мне удается купить вот такой неплохой кусок пузанины, я ее делю на ленты, замораживаю каждый кусок отдельно и потом использую в готовке. Могу и пожарить, и плов сварить, и фарш накрутить, и котлетки, и пельмени. Абсолютно универсальное мясо для тех блюд, где не требуется постное свинина, постное мясо. Иногда запекаю целым куском. Также хорошо подходят пузанины для приготовления закуски, которая есть у меня уже на канале. Ссылку оставлю в описании. Итак, на 900 рублей получилось 4-400 мяса и вот такой небольшой кусок ребрышек. Итого мясо получилось по 202 рубля за килограмм. Сегодняшняя свинина вся пойдет в перемолку. Для этого у меня есть испытуемая мясорубка. Перед тем, как перемолоть мясо на фарш, я его буду немножко подмораживать. Для этого складываю в пакеты тонким слоем и убираю в морозилку. Полностью замораживать мясо мне не нужно. Нужно лишь, чтобы оно слегка чуть подморозилось. И пока оно подмораживается, давайте познакомимся с моей помощницей. Электрическая мясорубка Oberhof Hackfleisch R26. Мощность мясорубки 1600 ватт. И производитель заявляет, что установлен в нее самый мощный мотор в своем классе. 2,5 килограмма мяса она перемалывает всего за одну минуту. Мне понравилось, что вот эти уплотнительные колечки никуда не денутся, не потеряются, не светят. Потому что они закреплены на шнеке, который подает мясо на лезвие, где оно измельчается в 3 этапа. В результате волокна любой плотности, жилы и хрящи перерабатываются без остатков. В комплекте идет 3 решетки с отверстиями разного диаметра. 3 мм, 5 мм и 7 мм. Сегодня мы все с вами их испытаем. 3 мм самая мелкая решетка идет для приготовления пюре, паштетов и фарша для сосисок. Листообразный нож выполнен из высококачественной нержавеющей стали. Важно не ошибиться при сборке мясорубки. Режущая часть ножа должна соприкасаться с решеткой. Естественно, перед первым использованием все запчасти, которые будут соприкасаться с продуктами, нужно хорошо отмыть в горячей воде с использованием моющего средства от заводской смазки. Готов для продуктов выполнен тоже из нержавеющей стали. Еще в комплекте к мясорубке есть насадка для набивки колбас и сосисок. И вот такая насадка для приготовления блюд из рубленого мяса. Колбаса с начинкой, люля-кебаб, израс. Мясорубка оснащена интеллектуальным сенсорным ЖК-дисплеем. Управление интуитивно понятное, но если в чем-то загвоздка будет, всегда можно обратиться к инструкции. Она емкая, понятная, все хорошо в ней расписано. Прямой ход, обратный ход, реверс. Если застянут продукты, попадет косточка или жилы намотаются на нож, то кнопкой реверс можно запустить шнек в обратном направлении. Кстати, меня удивило и порадовало относительно тихая работа в мясорубке. По сравнению с моей старой, это просто небо и земля. Имеется 6 автоматических программ, которые регулируют скорость работы двигателя. Три из них мы сегодня с вами будем использовать. Также имеется функция блокировки кнопок. Производитель обращает наше внимание, что после 5 минут непрерывной работы устройство нужно дать отдохнуть в течение 10 минут во избежание перегрева. Но мясорубка снабжена встроенным термометром и на дисплее отображается рабочая температура. Мы можем всегда ее отключить при возникновении угрозы перегрева. Мясо хорошо остыло, по краям брикет заледенел. Емкость с водой отправляю в морозилку. Нам понадобится ледяная вода для приготовления сосисок и колбасок. Выбрала программу замороженное мясо. Это 100% скорость вращения двигателя, потому что мясо у нас подморожено. И к тому же стоит решетка самая мелкая, 3 мм. Пакет мяса перемололся за 4,5 минуты. Температура нормальная, перегрева не произошло. Перекладываю обратно в пакет фарш и отправляю его опять в морозилку. Для того, чтобы он опять подморозился слегка, буду перемалывать его еще раз для приготовления сосисок. Кто регулярно смотрит мои кулинарные ролики, наверное, уже догадались, что одно из главных достоинств этой мясорубки в ее дизайне. Она просто идеальнейше вписывается в мою кухню. Все приборы, вся бытовая техника выполнена как раз в таком стиле. Серебристый цвет или нержавеющая сталь. Замечательно. Сейчас самый сезон роз. Розочки и на столе в букете, и за окном. И напиток я заварю сегодня тоже из лепестков роз. За это время моя помощница новая как раз отдохнет свои положенные 10 минут. С использованием мелкой решетки и на самой высокой скорости я перемолола 6 кг мяса. Пару раз еще давала мясорубке отдохнуть, чтобы она не перегрелась. Следующая работа, следующее испытание будет средняя решетка и котлетный фарш. Кроме того, что решетка крупнее, мясо не замороженное, обычной температуры прохладной. И очень жестких ингредиентов здесь не имеется. Хотя мясо возьму со шкуркой. Скорость по этому беру не 100%, а 80%. Выбираю программу мяса. Все перемололось очень бодро и быстро. Повторно устанавливаю решетку в 3 мм и повторно перекручиваю фарш, который уже слегка подморозился. Оказалось, что у меня недостаточно сосисочной оболочки для такого количества мяса. И поэтому решено было сосисок сделать только из 3 кг мяса, а из остальных 3 кг я сделаю колбаски. И для колбасок повторное перекручивание ни к чему, да и на мелкой решетке. Можно было фарш не перекручивать, можно было взять среднюю решетку и даже самую крупную. Фарш для сосисок отправила в морозилку на охлаждение и занимаемся колбасками. Взяла большой пучок зелени, лук джусай, укроп, петрушка. Получилось 200 граммов. Зелень тоже можно было измельчить. При помощи мясорубки, но воспользуюсь на этот раз блендером, измельчу зелень вместе с 500 миллилитрами воды со льдом. На каждый килограмм фарша беру по 15 граммов соли. Добавляю целую столовую ложку сахарного песка. Также целую столовую ложку красного острого перца. Это на любителя. Если любите остренькое, кладите. Чайную ложку сушеного молотого имбиря и пол чайной ложки корицы. Все вместе нужно хорошо перемешать. Фарш ледяной, поэтому рукам очень холодно. Под резиновые перчатки можно надеть хб-шки, тогда процесс становится более терпимым. И временами свои руки заменяю блендером погружным. Попеременно перемешиваю ты руками по блендерам. Фарш мне показался довольно густым, поэтому в процессе перемешивания добавила еще 200 миллилитров холодной воды. Свиные черева в засоленном виде они продаются и в магазинах, и на рынке. У меня здесь получилось около 7 метров. Замачиваю по инструкции теплой водой на 20 минут, затем промываю. Мясорубку собираю обычным способом, только решетку меняю на самую крупную. По сути, решетка и нож нам здесь вообще не нужны. Но убрать их не получится, потому что шнек будет болтаться и ничего у нас не выйдет. Родную насадку для набивки колбас заменила на более тонкую, которую покупала отдельно. Диаметр ее основания меньше, чем винт, поэтому, чтобы ее закрепить, пришлось воспользоваться запчастями от этой же машинки. Вернее, не запчастями, а частью насадки. И все у меня хорошо и прочно соединилась. Вот здесь мне как нельзя лучше подойдет самая медленная скорость. Программа шинковка, скорость двигателя всего 50%. И я буду успевать проталкивать фарш для равномерной набивки колбасок. Первое колечко сразу отправляю на сковородку. Надо же попробовать, что у меня получилось. Нужно было, конечно, связать колбаски между собой для удобства переворачивания. Но не стала тратить время. Подумала, как-нибудь переверну. Закручиваю колбаски одну по часовой стрелке, вторую в обратную сторону. Закладываю в каждый пакет по одному колечку и убираю в морозилку на хранение. Перед приготовлением полностью размораживаю. Их можно не только жарить на сковороде, можно отварить в почти кипящей воде непродолжительное время. Можно закоптить, можно пожарить на мангале, на решетке. Можно приготовить и в духовке. Добавляю в кипящей воде. Добавляю в кипящей воде. Добавляю в кипящей воде. Добавляю в кипящей воде. иногда бывает что натуральная оболочка лопается не хватило мне 7 метров оболочки для всего подготовленного фарша поэтому из остатков сделаю котлетки и заморожу их фарш ничего не добавляла как был для колбасок такие будут и котлетки перед заморозкой котлетки можно обвалять в муке в манке или в панировочных сухарях можно этого и не делать чтобы фарш не прилипал к рукам руки должны быть мокрыми у меня спрашивали несколько раз как я замораживаю на зиму зелень и вот сейчас как раз и покажу зелень которая не пошла в пищу срываю чуть больше чем нужно слегка обсушиваю и замораживаю в любом небольшом контейнере после полной заморозки всыпаю в общий контейнер в котором хранится вся зелень контейнер должен хорошо закрываться герметично чтобы зелень не впитывала посторонние запахи фарш предназначенный для сосисок также в подмороженом виде еще раз перекручиваю с решеткой 3 миллиметра и Продолжение следует... Фарш для сосисок нужно очень тщательно вымешивать и довольно продолжительное время, но при этом следить, чтобы он ни в коем случае не перегрелся. Его температура не должна превышать 10-12 градусов. То, что фарш готов, вы поймете по изменению его консистенции. Из скользкого фарша, который просачивается сквозь пальцы, вы получите массу, которая скорее напоминает тесто, чем фарш. Фарш будет очень липкая, будет тянуться за руками и не отстает даже от перчаток. Фарш для сосисок готовый. Убрала в холодильник. Охлаждаться. Колбаску перед тем, как готовить, полностью размораживаю, в отличие от котлет, для того, чтобы не лопнула оболочка от резкого перепада температур. Фарш для сосисок готовый. Не знаю, долго ли по времени продлиться эта акция, но мне повезло. И в подарок к мясорубке я получила вот такую терку. Признаюсь, я, наверное, одна из немногих, у кого подобной вещи никогда не было. Что ж, испытаем. В комплекте идет овощечисто. Это держатель для овощей с довольно острыми насадками и иголками. Сразу понравилось то, что присоски очень крепко цепляются к столу. И терка не ездит во время интенсивного движения. Контейнер уместительный, но, наверное, у всех терок примерно такого же он объема. Сравнивать мне не с чем. Понравилось, что фиксируются насадки сменные. Где-то там защелкиваются и не вылетают. Сравнивать мне не с чем. Сравнивать мне не с чем. Ну что ж, мне испытания очень понравились. Ножи острые. С моей стороны никаких усилий прикладывать не приходилось. Особенно вот этот нож для нарезки тонких-тонких-тонких слайсов. Почти полупрозрачные. Замечательно. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Сосисочной оболочки мне не хватило Поэтому сделала еще одну колбаску И даже остался фарш на пару котлет Замороженные котлеты перекладываю в пакеты и убираю на дальнейшее хранение в морозилку Получилось 2 порции по 6 котлет Жарю их не размораживая предварительно Жарю на медленном огне под крышкой Сначала с одной стороны, потом с другой Всю замороженную зелень буду всыпать в этот контейнер из подмороженного И постепенно он заполнится до самого верха После набивки сосиски в холодильник не убираю Оставляю их на некоторое время при комнатной температуре Для того, чтобы они нагрелись Затем раскладываю в один слой на решетку Убираю в духовку Включаю нагрев до 50 градусов в режиме конвекции Этот режим называется обсушка И длится примерно полчаса После этого наливаю в противень кипяток И добавляю температуру до 80 градусов В таком режиме находятся сосиски до достижения внутри 70 градусов У меня на это ушло 20 минут Остужаю сосиски при комнатной температуре Остывают они очень быстро И убираю на дальнейшее хранение в холодильник Не более 5 дней они там могут храниться Или в морозильник на более длительное хранение Если хранятся в холодильнике То желательно не убирать полиэтиленовый пакет А все-таки использовать бумажный На этом у меня на сегодня все Ссылку на мясорубку оставлю в описании под видео Там же будут рецепты всех блюд сегодняшних Всем всего наилучшего И до новых встреч на канале Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok